Такой большой дорожный ремонт в крае не делали практически никогда. Техника работает чуть ли не в каждом городе и станице Кубани. Свежий асфальт метр за метром появляется на всех основных магистралях. Самая масштабная стройка развернулась в Краснодаре. Днем и ночью дорожники восстанавливают проезжую часть на улицах Тургенева, Новороссийской и Садовом мосту. Сегодня самое время подвести промежуточные итоги, считает Вениамин Кондратьев. На Садовом мосту тоже открыто движение трамваев. Вам огромное спасибо. Безусловно, ситуация была на вашем личном контроле. И вы уложили здесь срок. Но тем не менее, по целому ряду крупных объектов в Краснодаре есть и серьезные отставания. Улица Новороссийская и улица Тургенева. Как же мы сможем тогда выполнить то, что мы обещали к краснодарцам по этим двум улицам, которые уже, я не знаю, на всю страну известны? Вениамин Иванович, докладываю, есть уверенность у меня лично, что улицу Новороссийскую для движения транспорта, как мы и гарантировали, к концу года будут работы завершены. Движение будет восстановлено по улице Новороссийской. Я, на самом деле, беру эту ответственность. У нас до конца года остается еще достаточно времени и к концу года этот объект будет у нас сдан. Вениамин Иванович, до конца года остается полтора месяца. Подрядчик надежный. Посмотрим по результатам. Зачем нам эти слова справятся, надежный, хороший, доходите, золотой? Нету результата, значит, грош ему цена. Если нет, результат. По итогам года те, кто отвечал за определенные направления, если они с ними не справились, поверьте, им нет смысла больше отвечать за эти направления. Не смогли, не освоили, растерялись, как вы говорите, что-то где-то документацию напутали или не донесли, но нет смысла, еще раз подчеркиваю, дальше продолжать с ними движение вперед. Зачем мы держим тех, кто не способен? Чтобы привести в порядок самые проблемные дороги края, выделили 23,5 миллиарда рублей. Из них миллиард – федеральные деньги. Но воспользоваться ими поспешили не во всех районах. Например, в Темрюкском и Крымском еще даже не заключили муниципальные контракты на работы. А в сельских поселениях сразу нескольких муниципалитетов не начали дорожный ремонт. Спрос за это на планерке в отдельности с каждого главы района. Но, по словам Венемина Кондратьева, ответственность с ними должны разделить и краевые чиновники, в первую очередь сотрудники регионального Минтранса. Коллеги, возьмите и поездите по муниципальным образованиям, там, где строятся дороги или не строятся, ремонтируются они или не ремонтируются. Вы реально поймете, в чем ситуация. Пригласите тех руководителей и поймете, это руководитель перед вами, управленец или чиновник стоит из муниципалитета, который не понимает элементарного. И тогда вы будете по-другому ощущать проблему и проблематику в целом. Я уже не говоря про тех, кто у вас отвечает за строительство дорог в том или ином муниципальном образовании или за ремонт. А в противном случае вся зона ответственности ваша, потому что вы даже так схематично понимаете, что где происходит у вас. Возьмите все и разъедетесь по районам. С прошлого года развернулась на Кубани еще одна масштабная стройка детских садов и школ. И сегодня по графикам работ тоже сверяют часы. До конца этого года должны закончить возведения сразу восьми учебных заведений, а это 3200 новых мест. Деньги на них выделены из краевого и федерального бюджетов по двум программам – жилища и образование. По программе образования у вас есть тревога? Нет. У нас, Венеменович, уже зашли дети в школу в Староминскую, зашли дети в школу в Беранду, в город Сочи и зайдут 10 ноября в школу Хутор Школьный Крымский район. Три школы на выходе у нас находятся. Это город Сочи, 400 мест. Армавир, 400 мест. Новороссийск, 400 мест. Хутор Ленина – это восьмая школа. Она до конца года по строительной готовности будет сдана. И 1 сентября следующего года она примет детей. Коллеги, другого на пути явно нет. И мы должны понимать, что школы мы начали строить, и мы продолжим их строить. Темпы обещают не сбавлять и после Нового года. До 2019-го в планах достроить еще три детских сада и восемь общеобразовательных заведений. В том числе в Армавире, Краснодаре, Северском, Туапсинском и Динском районах. Всего же за время большого строительства на Кубани откроют 20 школ. Мария Крошный, Денис Перец и Денис Маскаленко. Кубань, 24, Краснодар.